Республика Индия В наш город приехал известный исполнитель музыки североиндийской классической традиции Имрат Хан с четырьмя своими сыновьями. Воронежцы впервые имеют возможность познакомиться с национальным индийским инструментом ситар и с виртуозом игры на нем Имрат Ханом. Музыка Имрат Хана не нуждается в переводе, она сама находит путь к сердцам слушателей. И все же короткую справку об этом исполнителе мы хотим вам дать. Вместе с индийскими гостями к нам приехал Анатолий Петрович Ломоносов. Он тоже музыкант, владеет мастерством игры на ситаре. Анатолий Петрович руководит в Вильнюсе ансамблем индийской музыки. Кроме этого он член музыкальной комиссии при обществе СССР Индия. Анатолий Петрович Ломоносов сопровождает группу Имрат Хан и его сыновей в поездке по Советскому Союзу. Он ведет их концерты. И сегодня мы попросили Анатолия Петровича рассказать нам об искусстве наших индийских гостей и поближе познакомиться с ними. Здравствуйте. Разрешите представить наших гостей. Это величайший ситаре из Индии Устад Имрат Хан Ситар. И его старший сын Нишат Кхан Ситар. Иршат Кхан Ситар. Ваджахат Кхан Сарот. Шафат Улла Кхан Табла. Если мы обратимся к истории развития классической музыки Индии, мы увидим, что те принципы, которые сформировались в глубокой древности, сохраняют и развивают в основном своеобразные музыкальные кланы, члены которых, как правило, связаны с семейными связями. В Индии эти музыкальные кланы называют Гараны. И вот у нас сегодня перед глазами оживет эта древняя традиция. Гарана Имрат Кхана основана в конце XVI века при дворе императора Акбара, легендарным музыкантом Мияки Тенсена. И вот уже 400 лет дарит Индии величайших музыкантов. Сам Имрат Кхан является сыном великого ситориста первой половины XX века Инаяд Кхана. Потеряв отца в раннем возрасте, его образованием занялась мать, которая принадлежит к роду певцов, а также его дед Банде Хасан Кхан, великий певец того времени. И эта любовь к вокальному искусству очень крепко отразилась на самой инструментальной музыке Имрат Кхана. Сам Имрат Кхан обучался игре на ситаре у всемирно известного ситориста Устада Вилаята Кхана и игре на ситаре у дяди по линии отца Вахид Кхана. Нужно сказать, что сам инструмент Сурбахар есть семейным достоянием. Его сконструировал прадед Имрат Кхана Сахабдат Кхан. Эта семья дала Индии не только новый инструмент, но и целый стиль игры на ситаре. Он называется гаяки анг. В его основу положен принцип вокального пения, и само искусство инструменталиста заключается в умении петь на своем инструменте. Как правило, этот стиль игры в Индии противовоставляется стилю тар-анг, который более техничный. Сам Имрат Кхан очень много гастролирует за рубежом, обучает игре на ситаре и сурбахаре в Индии, в Лондоне, ФРГ, читает лекции в университетах США, гастролирует по Китаю, Японии, Бангладеш. Участвовал в первом индийском фестивале в 1956 году и был первым ситаристом, который выступал в нашей стране. В 1956 году Имрат Кхан выступал в Москве, в Ленинграде, в столицах Средней Азии. Нужно сказать, что его сыновья существуют не просто как молодые музыканты под покровительством своего отца. Это вполне самостоятельные музыканты, они имеют свои пластинки, свои кассеты, также гастролируют не только в Индии, но и за рубежом. Сейчас мы услышим классические североиндийские раги. Определение раги довольно сложное, но все-таки можно определить рагу как специфическую форму передачи строго определенного психического состояния. Оно именуется раса. Традиционно раса – девять. Но все же в музыке в состоянии музыкант выразить практически все человеческие эмоции. В основу раги положен конкретный лад с очень строгими законами обращения с каждым звуком. Также сопровождает рагу ударный инструмент табла. Сам принцип построения композиции заключает первую часть соло и вторую часть – игра с ударным инструментом. Первая часть соло, как правило, делится на две небольшие части. Это «Алаб» и «Джор». Это вступление, которое не связано временем, не связано ритмом. И «Джор» – более ритмически обоснованная форма игры, но без ударного инструмента. Впоследствии вступает ударный инструмент, и это есть часть «Гат». Свобода выбора ритма обославливает несходство каждой раги друг с другом. Поэтому, если мы услышим одну и ту же рагу в исполнении разных музыкантов, они будут не похожи друг на друга. Потому что, возможно, играть в разных ритмах. Это выбирается чисто индивидуально. Раги есть утренние, вечерние, сезонные. Это связано с очень глубокой теорией отношения к самому звуку. Сегодня мы услышим...